Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет, как создавать диаграммы в Excel. Мы рассмотрим основные виды диаграмм. Чтобы вы понимали, диаграммами называются все графические и статические, получается, объекты, которые находятся на листе, и показывают визуально динамику, допроцентное соотношение или количественные показатели данных. Итак, первая задача, которую мы рассмотрим, нам необходимо определить продажи менеджеров за январь. То есть, у нас есть 4 менеджера, которые мы должны сравнить в количественных показателях. В данном случае это продажи. Первое, что мы делаем, это выделяем данные. То есть, если нам нужно выделить за январь, мы выделяем таким образом. Если нам нужно выделить, допустим, мы нажимаем Ctrl и выделяем вот таким образом. Ну и, соответственно, за март, да, мы также можем выделить вот так. Итак, начинаем строить нашу диаграмму. В данном случае называется она гистограмма. Гистограммы бывают двух видов. Первый вид – это гистограмма обычная, вторая – гистограмма с накоплением. То есть, мы заходим в Старка, у нас есть блок диаграммы. В более новых версиях есть блок рекомендуемой диаграммы, в старых версиях такого блока нету. Мы выбираем гистограмма, и у нас есть, да, сравнительная гистограмма, то есть, есть в формате объемных фигур, да, и есть в формате вот такого в данном случае. Выбираем, у нас получается график. По умолчанию название диаграммы берется из ячейки, которая находится во втором столбце вверху. Да, то есть, мы можем его изменить, допустим, нажать и написать в строке «Формул продажи за январь». Да, также можно сделать ссылку на ячейку, если в этом есть необходимость. Если, допустим, здесь было бы написано «Продажи за январь», можно было бы выделить в данном случае так. Да, поставить ссылку на ячейку и нажать «Вот». Данные подтянулись бы из этой ячейки, и, соответственно, при изменении данных здесь, они бы изменились в названии графика. Окей. Далее у нас есть стандартный шрифт, который использует программа Excel, это Arial. Да, в большинстве случаев, если мы будем смотреть разработки компании Microsoft, где именно они создают графики, они используют там шрифт, который называется Century Gothic. Шрифт Century Gothic – это, так сказать, шрифт по умолчанию, который используется в приложениях Microsoft. Да, то есть он более наглядный, да, не имеет засечек, и это способствует наиболее лучшему восприятию информации с экрана. То есть если мы читаем с бумажного носителя, нам удобнее читать со шрифтами с насечками. Если мы читаем с электронного носителя, удобнее читать с шрифтов без засечек. То есть если мы возьмем, здесь напишем слово Test, да, и возьмем шрифт, например, Time New Roman, ну, или как в данном случае Time S. Увеличим его, и мы увидим, да, то, что у нас есть засечки. Это, то есть вот на букве T снизу, с боков, да, и так далее. Это называется шрифт с засечками. Без засечек, допустим, он просто гладкий. Окей, после того, как мы отформатировали весь текст, который у нас находится на графике, мы можем использовать также подписи данных. Подписи данных — это специальный инструмент, который позволяет отображать на графике показатели. Для этого мы заходим в конструктор, и здесь есть пункт «Добавить элемент». Нужно выбрать подписи данных у вершины снаружи, допустим. Да, и у нас отобразились наши цифры. Их можно отформатировать, то есть увеличить их размер, да, сделать, допустим, шрифт, да, который мы ранее обговаривали. И также мы можем сделать заливку. То есть, если, допустим, здесь желтую заливку сделать под ними, они будут еще более наглядные. Да, и максимальный показатель здесь можно отформатировать светом. Да, чтобы отформатировать именно один столбец, нам необходимо по нему нажать дважды. Зайти в поиск Google, написать «Таблицы безопасных цветов». Это цвета, которые можно использовать для оформления. Вот, и, допустим, мы возьмем зеленый. Да, зеленый у нас вот, 51, 204, 102. Можно, в принципе, отсюда скопировать. 51, 104, 102. Это код цвета, да, код в формате RGB, что означает Red, Green, Blue, да, это получается доля красного, зеленого и доля, соответственно, синего. Мы выделяем столбец, двойным щелчком нажимаем по нему. И можно справа «Заливка», выбрать «Заливка», «Другие цвета заливки». Или можно это также сделать через формат в старых версиях. И здесь в модель RGB, или в спектр, да, уже написать. 51, далее 204, и, соответственно, 51. Окей. Таким образом, мы показали, что у нас есть самый большой количественный показатель, да, который в данном случае это у нас 16. С того же принципа мы можем построить гистограмму с накоплением, которая автоматически просуммирует данные и покажет уже суммарные показатели по менеджерам. Выбираем с накоплением. То есть, здесь мы также можем применить форматы. И важно понять, что когда нам необходимо проанализировать суммарные показатели, нам нужно использовать данный вид диаграммы. А когда нам нужно сравнить показатели, допустим, без суммы, мы используем левый вид диаграммы. Пример номер два – это диаграмма, которая называется график. График служит в основном в том случае, когда нам необходимо посмотреть изменения во времени. Допустим, в данном случае у нас есть продажи. Да, продажи с января по декабрь. У нас есть плановые показатели и у нас есть, соответственно, показатели фактовые. Мы выбираем, заходим в вставку. И далее нам нужно выбрать график. График нужно использовать с пересечениями. И желательно это делать с буллетами. Буллеты – это такие шарики на графике, которые указывают именно положение точки относительно оси координат. То есть, если у нас была бы задача посчитать превышение плана над фактом, да, это было бы гораздо проще сделать с точками, нежели без них. По форматированию графика можно использовать также, если у нас план – это синий. Мы можем зайти в формат, здесь выбрать контур фигуры и использовать, допустим, там стрелку поставим и поставим пунктир. Да, то есть, это у нас планировалось. Допустим, так. Цвет заливки, допустим, зеленый. Да, таким образом у нас получилась диаграмма, которой мы можем переименовать план факт. Вот. И для того, чтобы факт у нас еще более убедительно выглядел, мы можем использовать опять, зайдя в формат, выбрать контур фигуры и толщину поставить, допустим, там 4,5, да. Таким образом мы сразу видим, где у нас планировалось, да, где у нас фактические показатели. Также можно использовать форматирование текста, которое я говорил в первом примере, да. И у нас получился довольно-таки наглядный график. Вот. Таким образом у нас получился наглядный график, глядя на который у нас сразу понятно, где у нас планированные, где у нас фактические показатели. Следующая задача, которую мы с вами рассмотрим, это задача номер 3. В данном случае нам необходимо определить процентные показатели по каждому менеджеру. Для определения процентного вклада в продажи нам необходимо использовать круговую диаграмму, она у нас находится здесь. Вот. И, соответственно, делит, да, наши количественные показатели в проценты. То есть в данном случае сумма 53 это 100%, да, каждый показатель от нее это какой-то процент. Также через конструктор мы можем использовать уже готовый макет диаграммы, который нам покажет проценты. Да, эти проценты можно также, допустим, зайти, сделать заливку желтым и, допустим, цвет оставить также черным. Дальше выбрать шрифт, да, и получится такая диаграмма. Допустим, если нам необходимо кого-то выделить, да, с большим показателем, допустим, Лискина, мы можем дважды щелкнуть по нему и отнести его от центра изнутри. Да, то есть выдвинуть в сторону. Вот. Написать процентный показатель продаж. И в случае необходимости также можно отформатировать данную диаграмму. К примеру, выбрать все, сделать заливку серой. Да. А лидирующий сегмент сделать, допустим, зеленым. Для того, чтобы выделить один сегмент, мы дважды нажимаем по нему левой клавишей. Также применяем форматирование и получаем результат. Итог нашего сегодняшнего урока. То есть у нас есть гистограммы простые, есть гистограммы с накоплением, да, есть графики, да, которые показывают интенсивность изменения во времени. И есть, соответственно, круговые диаграммы, которые показывают процентное соотношение каждого показателя от общей суммы. С вами был Полянский Алексей. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, пишем комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok